Мне ни за что не стыдно. Жалею, да. Я не покупал дорогих вещей. Очень много денег я тратил на японское искусство, на коллекционеров. Где-то даже журналисты писали, может я ошибаюсь, о том, что я задекларировал самую большую коллекцию антиквариата среди других народных депутатов. Но если шаг в 10 лет, то, наверное, это, конечно, вертолет. И бронированный автомобиль, на котором я езжу. Еще тогда смеялся, это был автомобиль даже круче, чем у Януковича. Тогда это был самый-самый, ну, что-то он не обошелся, чуть ли не, там, не знаю, какие-то сотни тысяч евро. Мне ни за что не стыдно. Есть вещи, за которые я могу пожалеть, например, или есть вещи, за которые я могу думать, надо было их делать или не делать. Например, история с мостом. Это была дилемма сделать и пожалеть, или не сделать и тоже пожалеть. И я решил делать. Наверное, Перу. Почему Перу? Кроме того, что это далеко, долго и интересно, я очень люблю краски. И там действительно вот такое количество красок, причем красок этнических. Но это все надо просто чувствовать, это нельзя передать словами. То есть, когда ты приходишь на рынок, когда ты смотришь на эту черную кукурузу. Я объездил всю Перу, у меня внутри было где-то 8 только перелетов. Я боюсь, конечно, то, что может случиться с близкими и родными мне людьми. За себя я вообще не боюсь. А есть вещи, которые находятся вне твоей воли. За последние годы я пережил много больших, в том числе, скажем так, трагедий, начиная там от смерти родителей и заканчивая разными другими вопросами. То, что находится вне сферы твоего контроля, с этим невозможно бороться, и ты действительно этого боишься. Мерседес. Я передвигаюсь только на нем, я скажу, этот Мерседес, я думаю, уже знают почти все, потому что я передвигаюсь везде, часто. Мерседес 1286 знают все, начинают политься и заканчивая просто гражданами. Продолжение следует...